Почему? Потому что даже такие умные люди, как Андрей, а я его отношу к элите садовой, вот, все равно вот есть такое, а вот хорошо бы вот это, не калечить крону пересадки. Я это понимаю. Смотрите, в этом году решил проэкспериментировать с посадкой саженца абрикоса и груши, а придумал я следующее, внимание, пересаживал на постоянное место очень поздно, в начале ноября, когда деревца полностью скинули листву и заснули, с максимально сохраненной корневой системой, при этом полностью без обрезки. Прививка этой весной на годовалой СНЦ, значит, корневая получается 2 года, кстати, моя, это тоже плюс, и прививки тоже мои, и так получается, и эти корни вытянут, ну да, расцелы, а я смогу вырастить максимально здоровое дерево, без единой раны. Я же когда рекомендую половину осенью кроны отрезать, рано, да, в нашем сыром климате актуально, ну, пока логично, с такой мыслью, что до весны корни еще немножко подрастут. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу эксперимента, можно ответить на вебинаре, если вам так удобнее. Вот, смотрите, абсолютных истин не бывает. Почему я, так же как там, ничего не делать, хотя что-то можно и делать, но надо бы, это есть такое выражение, перегнуть палку в другую сторону. Вот она, сгибали, 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 и сделали так, что наше садоводство раком стоит, раз, люди, которые годами издевались над собой и над деревьями, сознательно, то есть они не могли разогнуться, тяпка, лопата, секатор, потом пила, потом топор, вспоминайте. И ноль, вот, поэтому перегибаю в другую сторону, не умеете резать, не подходите, пусть растет кривым горбатым, не подходите ни к кривому горбатому, не умеете это самое, пересаживайте, режьте и не думайте о том, что вы режете и не режете. Вот это вот, пока только два пальца забыл, да, теперь возьмем ваш конкретный случай, и так у вас корни целы, мощные, наверняка они же не могут быть, даже в вашем сыром климате, мой же год что показал, мой сибирский лето, наверное первое лето было еще до мокривашего, я уверен, почему, рядом у вас Калининград, и рядом у вас, вспоминайте те письма, когда сказали, наоборот засуха. Вот, то есть нашелся у меня такой год, когда все должно было, если не умереть за год, то не может все умереть, но хотя бы начать умирать, хотя бы гнить, хотя бы покрыться этими самыми, там, плесенью, грибами, а что получилось, вспоминайте, я вам показывал листья, тысячи листьев, я показывал много фильмов, вот, я не болтун, вот, к осени парша появилась на грушах, на яблонех, так, почти не появилась на яблонех, на сливах, и вообще не появилась на абрикосах, то есть все получилось наоборот, а вы же тут как раз абрикосы, и вроде бы получается, что вы логично рассуждаете, калечить крону не хочется, и вы считаете, что целые корни вырастут, обеспечат целую крону, один год будет, да, а второй год нет, а как, а что вы думаете, это самое, что ваши корни после пересадки обеспечат всю крону, и она будет сто процентов, самое, если водой поливать, 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 она будет разубожена, она уже не полноценна, это как, это, пить воду бедрами, понимаете, при пересадке, что надо действительно хорошо полить, а с другой стороны, если бы она не была пересажена, тогда зачем действительно крону резать, если бы она оставалась на старом месте, потому что у нее бы там сформировался специальный раствор, который я называю незамерзающий антифриз, вы что думаете, у вас это самое, если не бывает минус 30, это все на этом, на дереве при минус 10-20 понимаете, если они не готовы к зиме, спиралисти, а потом бах, и все, прощай, Вася, вот, и что получается, я предлагаю вам делать на своем усмотрении, я предлагаю вам в одном случае стать испытателем настоящим, половине, как вы сделали, во второй половине, еще не поздно, отщикнули половину кроны, смотреть, как развиваются те и эти, выводы сделайте позже, и тогда у вас уже будет не просто, а, я все-таки прав железу, не прав, надо было не коричь, а я возьму и это, у меня свой довод, и вот за ним моя практика, это второй вариант, третий вариант, не рисковать, всех обрезать наполовину, если вы не испытаете, а просто вам нужен хороший сад, то есть делать по железу, это уже страховка от всего, ну, наверное, чуть ниже, там по другому поводу у меня есть одна фотография, я вам покажу, что это сильная обрезка, а потом выстреливать двухметровыми метями, то, чего немыслимо ни в одном новичном саду, вот, потому что они как раз-то это не приемлют, вот, то есть вопрос оставили открытый, я вас уважаю, именно за это, что вы не тупо отрезали половину, сказали, железа всегда прав, вот, это самое, поняли, да, вот, три варианта, половина, ни одного не резать, или все три, будете иметь свое мнение, свой опыт, потому что вы человек неординарный.